26 апреля 2022 года исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, ставшей крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой. До сих пор мировой общественности неизвестны точные причины и некоторые подробности страшной трагедии. Но у нас есть возможность познакомиться с документальными произведениями, дневниками ликвидаторов и трудами исследователей на эту тему. Юрий Щербак. Чернобыль. Книга известного украинского писателя Юрия Щербака посвящена чернобыльской трагедии 1986 года. Документальное повествование «Чернобыль» задумано автором как художественное исследование причин аварии на Чернобыльской АЭС. В книге звучат голоса крестьян и академиков, оперативного персонала АЭС и пожарных, военных специалистов и священников. По рассказам очевидцев впервые реконструирована картина развития аварии. В повествовании использованы многочисленные, неизвестные на тот момент публикации западной прессы по поводу чернобыльских событий. Чернобыль. События и уроки. В справочнике дана информация по вопросам, связанным с аварией на Чернобыльской АЭС. В основу ответов положены выводы правительственной комиссии, расследовавшей причины аварии и организующей работы по ликвидации ее последствий. А также доклад советской стороны на совещании экспертов МАГАТЭ. Григорий Медведев. Чернобыльская хроника. Григорий Медведев по профессии инженер-атомный энергетик, много лет проработавший на АЭС. Читателям Медведев известен по вышедшим книгам «Импульсы, операторы и миг жизни», посвященным работникам атомных электростанций. Григорий Медведев. И реалистично автор развернул перед читателем картину страшной беды, глубоко, как специалист, проанализировав ее истоки и истинные причины. Григорий Медведев хорошо знал атомную станцию и людей, о которых писал. Со многими из них он работал в 70-е годы на Чернобыльской АЭС. В первой декаде мая выезжал в Чернобыль к месту событий. Еще в одну книгу этого автора вошли три повести «Ядерный загар», «Энергоблок» и «Чернобыльская тетрадь». Автор правдиво рассказывает о событиях первых часов и дней катастрофы на Чернобыльской АЭС. Андрей Ильиш, Андрей Пральников. Репортаж из Чернобыля. Записки очевидцев, комментарии, размышления. Книга рассказывает об аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 года, о ликвидации ее последствий. Журналисты были в числе первых командированы газетой «Известия» и в течение полугода работали там. Их репортажи стали основой настоящей книги. Чернобыльская авария – события, взволновавшие всю планету. Поэтому в книге нашли свое отражение выводы советских и международных экспертов и организаций относительно случившегося, дальнейшего развития атомной энергетики, ее безопасности для жизни человека. Артур Шагапов, Чернобыль, Припять, далее нигде. Перед вами, возможно, самый необычный из всех выпущенных в мире путеводителей. Он рассказывает о том, как ездить туда, куда ездить не надо. Туда, куда добровольно не поедет ни один здравомыслящий человек. Туда, где случилась катастрофа вселенского масштаба, напрочь отбросившая привычные представления о добре и зле. Эта книга проведет вас проверенными дорогами по городам-призракам, городам-легендам. Вслед за автором вы, как настоящие сталкеры, сможете пройти квартал за кварталом, словно уровень за уровнем. И это будет уже не игра, а реальное приключение, которое вы не забудете никогда в жизни. Паскевич Сергей Вишневский-Денис. Чернобыль. Реальный мир. Самая правдивая и при этом самая необычная книга о чернобыльской зоне. Реальный мир без прикрас. Сенсационно интереснее придуманного. Авторы, постоянно живущие в Чернобыле и изучающие природу происходящих в нем явлений, раскрывают перед нами грани аномальной зоны, совершенно нового угла. Кто и как там живет, что растет и как гибнет. Зачем приезжают сталкеры и почему их делят на игроманов и добытчиков. Непридуманные истории с закрытой зоной. Прогулки по реальным локациям игры сталкер. Подробности аварий от самых авторитетных современных авторов на чернобыльскую тематику. Это настоящий реальный мир самой игровой зоны в России. Помимо документальных книг, чернобыльская трагедия вошла в основу фантастического цикла книг «Сталкер», крупнейшего российского межавторского проекта. Создан по одноименной компьютерной игре, которая заимствовала идеи из романа «Братьев Стругацких. Пикник на обочине». Сюжет развивается в будущем. На Чернобыльской АЭС прогремел новый взрыв. Зона радиации вокруг АЭС полна мутантов и ловушек. Взрыв привел к аномалиям, которые порождают ценные артефакты. Эти предметы стоят огромных денег. Бесстрашные авантюристы, которых называют сталкерами, отправляются в зону радиации за сокровищами. В 2008 году цикл «Сталкер» получил премию фестиваля «Роскон» как лучший мультимедийный проект. Среди авторов цикла писатели фантасты Сергей Недоруб, Андрей Левицкий, Роман Глушков, Сергей Слюсаренко, Вячеслав Шалыгин и многие другие. На данный момент цикл состоит из 50 серий и нескольких фанатских сборников рассказов. Каждая серия содержит от 2 до 12 книг. Серию пишет один автор или коллектив. Многие серии пересекаются, а некоторые дописываются спустя годы новыми авторами. Знакомство с зоной обычно начинается с любой книги серии, попавшейся на глаза, а потом возникает вопрос, в каком порядке читать книги цикла «Сталкер». Дело в том, что он превратился в спрута с длинными, параллельными, испутанными щупальцами, отдельными сериями, которые периодически дополняются. Схватиться можно за любую из них, начав с первой книги. Первая книга из серии «Сталкер», ею принято считать книгу «Тени Чернобыля». Ад раскрылся внезапно. В начале 21 века, после нового мощного взрыва на ЧАЭС, окружающая ее территория стала враждебной человеку зоной, наполненной хищными мутантами и смертельно опасными ловушками. Однако местные физические аномалии порождают артефакты, невероятно ценные предметы, за которые мировые научные центры готовы платить целое состояние. Самые рисковые и бесстрашные авантюристы, которых называют «сталкерами», отправляются в зону за богатством. Но здесь царит закон джунглей, и выживают немногие. Книга является антологией, в которую вошли избранные рассказы, написанные фанатами игры для литературного конкурса. Субтитры создавал DimaTorzok